здравствуйте на канале и тон тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин со мной в студии адвокат илья вайсберг здрасте илья прежде всего с праздником да взаимно всех с праздником у нас коронавирус коронавирусом а песок положено как положено так и обед по расписанию с ограничениями обычно в израиле песок это широкое семейное торжество на которое собираются все 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 но вот в этом году ограничились только присутствующими живущими в одном доме по распоряжению правительства да ну говорить мы будем не столько коронавирусе хотя в общем то это единственная тема которая сегодня обсуждается не только в израиле но во всем мире о сопутствующих проблемах которые возникают при коронавирусе потому что жизнь то продолжается а коронавирус родился массу ограничений в повседневной жизни а с ними чисто юридические проблемы я приведу только одну и от нее оттолкнувшись может быть мы продолжим разговор на тему нашу сегодняшнюю вот например возник вопрос люди заключили договор на покупку квартиры новой квартиры и подрядчик должен был ее сдать срок но тут нас всех побахнул коронавирус и выяснилось что подрядчик физически по ряду причин люди не выходят на работу не может сдать эту квартиру в срок а должен ли он оплачивать теперь штрафные санкции или же это некая то что на иврите называется кохельон как это перевести мы как раз сейчас и поговорим вообще что с этим делать с этими непредвиденными обстоятельствами или как мы определим это ну да кохельон то есть непреодолимая сила форс-мажор форс-мажор непредвиденные обстоятельства то что никто как бы не мог предвидеть это а это случилось и из-за этого вот идет цепь разрушения договоров всегда когда мы выходим из шигра то есть из привыкшего привычного на нашего ритма жизни есть что-то такое что нам мешает люди ищут причины получить как бы птор не платить не исполнять своих обязанностей вот вы привели один пример можно привести примерно только один потому что в данном случае просто я поясню что даже таких случаев было настолько много что даже вынуждено было вмешаться министерство финансов и как-то попытаться урегулировать в общем в принципе но не урегулировал не урегулировал но пытается во всяком случае даже не пытается знаете значит и действительно вот в такой ситуации всем очень удобно списать все на коронавирус да значит и вот пожалуйста в живой пример у меня сейчас в офисе я занимаюсь таким вопросом люди не могут платить арендную плату говорят ну хорошо мы готовы выйти из квартиры мы пойдем там с кем-то будем жить там другой квартире вместе там две семьи объединимся но мы не можем платить квартиру нет зарплаты людей уволили отправили мы не оплачиваем одну секунду одну секунду одну секунду одну и вот люди говорят вот у нас значит кохальон то есть непредвиденное обстоятельство мы не можем платить поэтому мы разрываем с вами договор и пожалуйста мы освобождаем квартиру а я представляю интереса человека который сдает квартиру да который мой клиент и говорит ну одну секундочку но ведь я я же тоже рассчитывал под эти деньги у меня значит там я плачу мошканту по другому там по другому имуществу ипотечный суд и по другому значит мне то я же тоже рассчитывал на это и вот тут возникает самый главный вопрос является ли в данной ситуации коронавирус той непредвид тем форс-мажором который освобождает всех от исполнения обоюдных обязательств по договору ответ нет сразу однозначно жестко четко ответ нет почему потому что по нашему израильскому законодательству есть хок хозин закон о договорах да есть такое понятие как вот мы его называем ну всевышняя там сила кох ильона высшая сила да то есть то что нельзя было предвидеть во первых есть для этого во первых скажем так что в законе это высшая сила непредвиденные обстоятельства они не прописаны иногда законодатель допустим дает описывает какую-то ситуацию дает несколько примеров и допустим говорится что это этот список не окончательный только в качестве примера иногда этот список бывает закрыты в данном случае дается что-то нечто такое непонятное что является вот это вот непредвиденная сила и наше израильское законодательство наше израильское законодательство строится на прецедентном праве то есть решение судов они практически с огромным 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 натягом признают ту или иную ситуацию как то вот это вот высшая сила и самый главный значит вот показатель для этого это должно быть решение властного органа как то правительство либо министерство там какого-то там серьезного этого самого который скажет что данная данные общественные отношения являют собой вот это вот не форс-мажорную ситуацию в данном случае израильское государство ни правительство ни один властный орган это не решила ни муниципалитет никто допустим возьмем пример просто чисто для того чтобы мы понимали о чем идет речь правительство москвы издало приказ издало постановление что вот в данном случае корона вирус для московского этого для для региона московск москва и московская область является форс-мажорная ситуация и это все юристы все суды все адвокаты умеют с этим работать в израиле этого нет более того я вот искал допустим перед нашим эфиром сегодня примеры что же да наш израильский суд признают как форс-мажорную ситуацию я не нашел вплоть до того что был допустим там 70-х годах страшное похолодание в израиле просто непредвиденное оно раз в что лет такое бывает и весь этот ебуль этот град а что вы имеете нет все вы все что растет все эти вот все все плоды весь урожай весь урожай умер то есть практически страна осталась без 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 еды и даже это не было признано как вот форс-мажорная ситуация допустим я вам приведу другой пример израильтяне в 70 каком-то году поехали в одно из африканских стран и наладили там очень серьезное сельскохозяйственное производство и вообще это самое наладили ну не только сельскохозяйственное вообще серьезное производство чего-либо неважно чего вдруг произошла революция их изгнали что с договорами что с обязательствами что со всеми этими тем и даже это не было признано как форс-мажорная ситуация по по израильскому закону почему и судьи говорят наши вот сегодня на сегодняшний день очень серьезные судьи которые уже в отставке которые преподаватели они говорят ребята нам в израиле срочно нужно менять закон закон о договорах хокохозин закон о договорах надо менять дополнять объяснять потому что так как он составлен сегодня он не дает основания для расторжения договоров он не дает никому защиту ни в каком плане вот и тут на сегодняшний день значит сразу все адвокаты все юристы подпрыгнули и вспомнили все что мы учили значит 20-30 лет назад А что же такое Коахельон, что же такое непредвиденная сила по израильскому законодательству? Первое, самое главное условие, то что называется САФ, то есть выше этого даже просто не проверяют дальше, составлен ли договор до того, как все это случилось. То есть договора, которые были составлены вот сейчас, на сегодняшний день, уже когда люди знали о коронавирусе, их вообще даже не будут рассматривать. Это вообще даже не подходит ситуация. Может быть там что-то будет другое, но данная ситуация даже просто рассматривать не будут. То есть первое, договор должен быть составлен до того, как все это произошло. Второе, человек должен будет сам положительно доказать, что он даже в страшном сне не мог предположить то, что произойдет на сегодняшний день. Но это с этим проще. А третье, самое главное условие, ты должен доказать сам, что ты сделал максимум зависящее от тебя с твоим контрагентом для того, чтобы уменьшить ущерб. То есть нельзя просто сидеть, скажем так, на заборе и говорить, вот коронавирус, теперь не надо мне соблюдать договор, и все, и уж простите, извиняйте. Понятно, как-то договориться. Нет, секундочку, это да, это четвертый принцип основной. Все-таки попытаться договориться, потому что самый главный принцип договорного права, стороны заключают договор, чтобы его исполнить, а не ловить друг друга на том, чтобы там вот кто-то там чуть-чуть зазевался для того, чтобы его наказать. Да, надо разговаривать, надо вести переговоры, но оставляя следы письменно, для того, чтобы потом можно было действительно показать, что я пытался с вами связаться, мы пытались договориться, по той или иной причине вы отказались или я отказался, неважно. То есть надо всегда это делать очень грамотно. Вот такая ситуация, непростая ситуация. У меня такой вопрос тогда, вы говорите, что вся эта ситуация с форс-мажором, остановимся на этом термине для удобства. Да, да, да. Она в Израиле неопределенная и так далее. Да, абсолютно. Я хорошо помню, как, это было очень много лет назад, я совершал сделку, и там было важно соблюсти сроки платежей. Безусловно. Да. И очень важно, потому что за это были штрафные санкции очень высокие. Да. И я хорошо помню, как мой адвокат, вернее, по его совету, было вписано с моей стороны в договор, что не будет считаться нарушением срока платежа, если произойдет забастовка в том финансовом органе, из которого я получаю средства, там, где лежат мои средства. В данном случае это был банк. Или другие непредвиденные обстоятельства, которые помешают мне это сделать. Миша, у вас был очень хороший адвокат. Ну, судя по тому, сколько я ему заплатил, да. У вас был хороший адвокат. Действительно, что же делать на сегодняшний день? Вот самый главный вопрос, что делать? Значит, во-первых, самое правильное, наверное, в процессе договоренности, надо составить протокол дополнительный к договору. Что стороны по обоюдному согласию, понимая всю эту ситуацию, откладывают исполнение обязательств по, допустим, договору на 90 дней, на 120 дней. Не важно, как договорятся. Как договорятся, да. Теперь, безусловно, безусловно, возникает важность при составлении договора предусмотреть и прописать все эти вещи. Я, допустим, всегда давным-давно уже прописываю, что забастовки тех или иных служащих не будут являться основанием для... То есть, допустим, забастовки, там, я не знаю, там, не о нас будет сказано землетрясение, там, то есть, не просто прописать непредвиденные обстоятельства, это пока еще все-таки не очень достаточно, а их детализировать так, как можно детализировать. Можно предугадать все. Понятно, хорошо. Большую часть. Тогда у меня один такой коварный вопрос. Каверзный. Вы привели пример в качестве иллюстрации нашей сегодняшней темы, что вот у вас есть, что вы защищаете интересы клиента, который является... Арендодателем. Арендодателем. И однозначно, по вашему мнению, как бы правда на его стороне. Неправда, закон на его стороне, да. Скажите, пожалуйста, а вот если бы вы были адвокатом той стороны, вы бы сразу безоговорочно тоже подняли руки и сказали, да, правда на его стороне, все. Ну, нет. Или вы бы все-таки нашли доводы в пользу той стороны? Я бы, во-первых, я бы объяснил своему клиенту, что надо договариваться. Надо пытаться договариваться, надо уменьшить вот этот вот ущерб, который будет нанесен второй стороне. Во-первых, один из тоже принципов договорного права это птиху, то есть открытость, прозрачность. То есть нельзя как бы сидеть и говорить, а вот у меня коронавирус, все. То есть надо войти в контакт с ним, надо, безусловно, объяснить ситуацию, может быть, попытаться найти какой-то компромисс, обязательно все это делать письменно, документально документировать. Вот такой шрут, такой-такой сервис я бы ему дал. Но, безусловно, сказать, что правда, и да, я бы сказал ему, обрати внимание, пожалуйста, дорогой клиент, что сам факт существования вот этой пандемии не освобождает тебя от какой-либо ответственности. Договор он остается в силе. То есть человек должен владеть абсолютно полностью всей информацией, какая бы она ни была хорошая, плохая, положительная, отрицательная для него. Он должен владеть информацией, тогда ему будет легче принимать решения и мои рекомендации. — Илья, спасибо. Я могу только для себя сказать, какой я один маленький вывод сделал из нашего разговора. Помимо того, что надо заключать договора с помощью адвокатов, внимательно их читайте, внимательно все прописывайте и так далее, и так далее. Но это азбучные истины. Но, как по мне, то в этой ситуации, а ситуация для многих семей просто, я не хочу сказать, катастрофическая, очень тяжелая, люди несут убытки на десятки, на сотни тысяч шекелей из этой ситуации, в которой, как мне кажется, виновата юридическая система государственная, имею в виду, которая не прописала, вот все не установила вот эти вот правила, о которых вы говорите. — Потому что они очень неопределенные. — Трудно искать, трудно, вы же знаете, закон написан кровью, да, вот, значит, да, не нужно забывать эту ситуацию, нужно немедленно, после того, как мы вернемся к нормальной жизни, и дай Бог, чтобы это было быстрее, чтобы законодатель нашел время, и да, изменил закон о договорах, потому что закон о договорах — это основа основ всего законодательства. и конкретизировал, что же является, значит, вот это вот непредвиденное обстоятельство, и все-таки пожелание к нашему дорогому правительству, хоть и переходному, и временному, набраться омиться, то есть набраться мужества, и сказать, что же для нас является пандемия. Или это просто напасть, или это действительно вот эта вот чрезвычайная ситуация, то, что вот форс-мажорная ситуация со всеми вытекающими из этого. — Если вы крепки задним умом. Хорошо. — Еще не поздно. — Да, безусловно. Да и не все так трагично, в общем-то. Будем считать, будем надеяться. На этом все. Большое всем спасибо, Илья, за то, что вы нашли время и за ваши рекомендации и комментарии. Напомню, что со мной в студии был адвокат Илья Вайсберг. Всего вам доброго, не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова